Самые пугающие случаи во время кемпинга. После этого выпуска вы три раза подумаете, а стоит ли одному колесить по дикой природе. Всем привет, вы попали на один из самых страшных каналов паранормальной Готика ТВ. Номер 4. На видео молодой парень из Соединенных Штатов рассказывает о своем жутком кемпинге. Однажды, когда он ночью путешествовал по лесным районам страны, с ним произошел странный и необъяснимый случай. Обычно он не снимает свои поездки на камеру, но в ту ночь ему пришлось это заснять, чтобы подтвердить подлинность истории. Турист на ночлег отъехал от главной дороги в дикую местность леса и глубокой ночью к его машине кто-то подошел. Это было реально жутко. Турист на ночью, если вы можете услышать, это довольно громко. Турист на ночью, если вы можете услышать, это довольно громко. Я не знаю, никакую. Я не знаю, что делать. Я немного freaked out сейчас. И это непосредственное полчаса. Отвали до 2. In the back. И он просто продолжается ходить. И он, так как, очень близко к мне. И я не мог не выйти, и, если мне не так, как так, что я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, это реально криповая тема. Представьте, вы один в лесу и кто-то ночью стучит по машине. Что еще странно, этот кто-то, в кавычках, передвигается без света, без фонарика. По поверхности авто видны следы ночного посетителя. Кто это или что это остается загадкой. Номер 3. Блогер-путешественник из Великобритании, автор канала Will's Wear Boats, заснял ночью странное событие, которое встревожило и напугало автора. Поначалу он находится с группой таких же кемпингистов, ужинает, а далее уезжает. На ночлег сворачивает на некую местность, где по его мнению, тихо и спокойно, но не тут-то было. Автор предполагает, что примерно в 100 метрах от него находится неизвестная компания молодых людей. Но эти голоса, они довольно жутковато звучат, какие-то странные крики, а потом будто то ли кто-то поет песню, то ли входит в экстаз. Номер 2. Путешественница-блогер из Канады, автор канала Asleep 5 Decades, начиная с 2020 года, однако лисит на своем фургоне в поисках покоя и мира. Женщина у себя на канале рассказала, что стала жертвой нарциссского насилия в семье. Нарциссское насилие – это когда чей-то эгоцентризм вредит ментальному здоровью окружающих. Скорее всего, история касается ее отца или отчима. 14 февраля 2020 года женщина выложила видео, где группа незнакомых людей пыталась войти в ее фургон. 19 февраля 2020 года женщина «стоит шумпал» Соборяется из Фургон. 20 февраля 50 горячей нога «стоит шумпал». Это было предоставлено. 2-го. 2-го. 1-го. 2-го. 1-го. 2-го. 2-го. 0-го. Время на момент съемки 4.37. Всего приходов было три. На вопрос, что им нужно, человек за окном говорит, что хотел задать вопросы. Женщина, конечно, не открыла дверь. Она находится одна в машине возле какого-то небольшого домика в лесу. Наверное, это пристанище туристов или типа того. Также к этому месту подъехала неизвестная машина, и человек за окном подходил к ней. Судя по всему, это целая группа преступников. Я слышу фоутпринтс. Я слышу фоутпринтс. Номер один. В 2020 году канал под названием «Доктор Ханна Стрэндж» опубликовала видео, где женщина рассказывает, что ночью ее тревожило существо Бигфут. Ханна провела тут две ночи и засняла это существо на видеокамеру. Расскажите мне, а у вас были странные случаи в подобных местах? Кто не подписан на канал, подпишитесь обязательно. Пишем ваши истории в комментариях. Делимся этим видео в социальных сетях. С вами был канал Готика Паранормальная. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok